Вся моя семья – это моя жизнь. Самое главное – любовью воспитывать их. И ценить всё, что они делают, то, что вот они, сюрпризики мои, да? Я ценю каждый их шаг. Весь секрет счастья в этом. Чтоб все вместе были. Когда дом полон смеха детей, а в воздухе видает любовь и пахнет радостью, не это ли счастье? В такой семейной обстановке свой 80-летний юбилей отмечает Светлана Урусова, воспитавшая 10 прекрасных детей, а теперь ещё и 18 внуков. Поздравить её собрались и близкие, и друзья семьи. Присоединились к празднику и представители Министерства труда и социального развития Карачаева Черкесской Республики. Сегодня мы у вас в гостях по поручению главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Борисбевича Тимрезова. Разрешите мне зачитать вам приветствую. С большим удовольствием принял решение о награждении вас высшей государственной наградой Республики орденом за сослуги перед Карачаевой Черкесской Республикой. Прошла встреча насыщена, с цветами и подарками. Присутствующие выразили свою благодарность и уважение к её труду и жизненному опыту. Многодетная мама была также награждена медалью материнства, орденами материнская слава, мать-героиня. А также она является победителем регионального конкурса «Женщина года». Впрочем, Светлана, посвятив жизнь воспитанию детей, ещё и принимала активное участие в общественной жизни Карачаева Черкесии. Сегодня, увидев вот этот прекрасный окружающий вас мир, понимаю, что счастье, что мы все есть друг у друга. Поэтому в вашей семье процветание, счастье, приумножайте всё, что у вас есть из года в год. Роль матери в жизни любого человека бесценна, ведь именно она дарит безусловную любовь и закладывает в будущее поколение лучшие качества своим примером. Благодаря ей в доме царит покой. Секрет в том, чтобы родители, когда дети уже больше 5-6-7 лет, чтобы они очень ценили друг друга и помогали. Любая помощь друг другу, чтобы они ценили это. Поэтому они у меня все дружные очень. Когда они вместе, просто есть кому улыбнуться, кого обнять, да, Алика? Да! Вот они когда обнимаются друг с другом, да, это самое большое счастье. Поэтому моя семья – это моя жизнь. Каждую пятницу у нас уже, это как традиция. Вот Милана с работы, где-то Алиночка со школы учится учёбы, остальные все. Кто откуда, каждую пятницу они у меня собираются. Это моё требование, это моё желание, это уже традиция у нас. А все дни рождения мы здесь, правда. Как показывает жизнь, там, где сохраняются семейные традиции, семьи отличаются сплочённостью и крепкими родственными связями. Я просто, правда, благодарна ей за то, что она нас так сплотила, то, что мы все выросли в этом доме, все вместе. Она очень милая, хорошая, она вот прям самая лучшая. Очень люблю её. Она очень энергичная всегда, везде. Она такой, ну вот, жизненный энергайзер. То, что вот на неё смотришь, тебе даже как-то иногда стыдно становится, то, что вот я устала, а она ещё нет. Наш пример, которому мы все молимся, мы надеемся на эти дни рядом больше и больше. Создатели очень благодарны, что я вижу её по сей день и очень хочу видеть её всегда. Какая она? Она лучшая, она голодная. Нету ничего, что может быть дороже. Конечно же, крепость семьи, нравственные устои и традиции закладываются не одно поколение. И чтобы дети выросли достойными людьми и смогли найти место в жизни, родителям приходится приложить немало усилий, осознанности и любви. Поэтому и нынешнему поколению важно не терять ориентиры, приумножать и беречь семейные ценности. Элина Астежева, Ливан Задзамия, Архейс 24.